МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Летний сезон и даже сентябрь уже завершен. Можно подвести какие-то итоги, насколько он был активным с туристической точки зрения посещаемости город туристов? Конечно, можно подводить итоги, но мы стремимся к тому, что все-таки мы оцениваем развитие сферы туризма и гостеприимства не с точки зрения сезонного спроса, а мы пытаемся сделать спрос и туристический поток в городской округ Самары всесезонным. Для этого разрабатываем подходы, разнообразные продукты. Вот летом был опробирован продукт «Яркие выходные» в Самаре, и Самара – город-курорт. Мы акцентировали внимание наших гостей и целевой аудитории туристов на то, что в городе приятно отдыхать, приятно находиться. Мы позиционировали и событийные площадки, которые в городе есть, туристические продукты новые, ну и, конечно, экскурсионные программы, которые с каждым годом, с каждым сезоном даже становятся все более и более интересными, вкусными, яркими, интерактивными. Поэтому достаточно успешно мы провели туристический сезон летнего периода. Это и навигация круизная показала, что спрос на круизные лайнеры, круизные перевозки остается стабильно высоким. Показала также загрузка гостиничной индустрии, потому что были у нас определенные опасения, что после чемпионата мира по футболу будет некий спад, но за счет активных программ, которые реализовывались в городе и фестивалей, праздников, конечно, мы нивелировали эту ситуацию. И безболезненно для гостиничной индустрии прошел летний период, потому что все-таки в Самару едут бизнес-туристы, и в связи с этим гостиничная инфраструктура наиболее востребована была раньше именно в межсезоннее такое туристическое. Поэтому туристов было много, туристов было достаточно комфортно в городе, потому что наследие чемпионата мира по футболу, конечно, оно в плюс сыграло индустрии туризма и гостеприимства, и все чаще я от знакомых, от друзей, коллег слышу, что прогуливаясь по Самаре, они видят туристические автобусы и туристов, которые гуляют по городу, не только российских. Да, вот как раз хотелось спросить о туристах из Китая. Если посмотришь на практически все страны, очень много китайских туристов, они буквально привлекают внимание. В Самаре, ну, лично, на мой взгляд, пока их не так много. Вы в этом направлении будете работать? Мы в этом направлении уже начали работать, потому что китайский турист, он своеобразный турист, он не всегда экономически эффективен для города и регионов, в которые он пребывает, но то количество китайских туристов, которые могут обеспечить трафик, конечно, оно интересно нам с точки зрения спроса, потому что у китайцев есть целая программа, China Friendly, которая выдвигает определенные требования к туристической инфраструктуре, к гостиничной инфраструктуре, к предприятиям питания. У нас буквально две недели назад состоялось рабочее совещание с Александром Борисовичем Фетисовым, на котором мы приняли решение об отработке трех туристических программ и продуктов с конкретными партнерами именно для китайского туриста, потому что все-таки при формировании потока, тем более на такой аудитории, должна быть адресность. Поэтому скоро и китайских туристов мы тоже будем наблюдать на Самарских улицах. Но нужно отметить, что вместе с туристами радуются горожане, потому что все почувствовали этим летом насыщенную очень программу культурную, и на свежем воздухе это просто прекрасно воспринимается. Хотелось бы еще узнать про новые тенденции в туриндустрии, потому что мы все живем в цифровую эпоху, развивается интернет, и кажется, вот зашел в интернет, и все узнал, увидел, посмотрел и отправился в путешествие. Когда нужно заходить в интернет для того, чтобы получить информацию, а когда вы лично со своей группой, коллегами, едете в какой-то город с презентацией? Как вот это все распределяется? Работаем действительно по нескольким направлениям. Одно делает цифровизация туристических услуг, потому что тенденция наблюдается и по всей России, оцифровываются туристические ресурсы, музеи, билеты. Мы вот модернизировали сайт туристический городского округа Самара, где теперь не только можно посмотреть на новостную афишу, посмотреть мероприятия, которые проходят в городе, но и забронировать билет в театр, в музей, на экскурсионную программу и посмотреть загрузку мест. То есть мы пытаемся идти в ногу со временем, но все-таки понимая, что сфера туризма и гостеприимства – это сфера впечатлений, мы, конечно, от очных презентаций, выездов, продвижения своего региона не будем отходить, потому что достаточно успешен этот опыт именно очных презентаций, позиционирования нашего города. Буквально 17 октября мы будем встречать представителей из городов, более 12 городов Приволжского федерального округа, приедут к нам в Самару гости, и приедут непосредственно те органы власти, которые курируют сферу туризма и гостеприимства, мы будем подписывать с ними соглашения, и вот эти вот межмуниципальные группы туристические, они все больше и больше будут курсировать. В этом году мы пошли еще дальше, мы начали реализовывать баннерную программу в городах, потому что все равно мы нацелены не только на организованного туриста, который может купить стандартный туристический продукт, но и на индивидуального туриста, который может сесть на машину и приехать в Самару посмотреть наш город. Поэтому баннерная программа, реклама информационная на остановках, в павильонах, конечно, все это присутствует, потому что разный потребитель, он пользуется разными каналами коммуникации. А в этом году мы проводим, как всегда, свой форум туристический, и мы решили, что мы проводим его в новом формате, мы те турпродукты, которые сейчас есть в городе, которых тоже здесь в вашей студии много рассказывали, Краеведческий экспресс и вагон знаний, мы их переупаковываем именно для поколения Y и Z, потому что мы понимаем, что если мы сейчас не сработаем на опережение на того потребителя, который уже через 2-3 года станет платежеспособным, мы потеряем эту нишу, и к нам эти туристы больше не приедут. Их восприятие займет какой-нибудь другой город, Казань или еще какие-то города, которые действительно достойны и в плане позиционирования, и в плане посещения, и культурного наследия. Поэтому интернет-пространство однозначно цифровизация, о соцсети, потому что мы понимаем, что разная аудитория в разных социальных сетях находится. Конечно, это и личные контакты, это административные ресурсы, это ресурсы туристических компаний, туроператоров. Это все только в консолидации может привести к общему результату, а наш единственный результат – это новые потоки туристов, которые загружают инфраструктуру, и туристы, которые приезжают вдохновленными из нашего города и влюбленными в Самару. А Самара сегодня на каком месте среди городов Приболжского федерального округа по посещаемости? Ну, если мы… Вообще рейтинговая система, вот лично я не очень ее люблю, потому что достаточно субъективные вещи. Если про бизнес-туризм говорить, то в тройку мы входим. После Казани, наверное? Да, после Казани, после Нижнего Новгорода. Если по событийным мероприятиям, то, наверное, тут мы соревнуемся… Хочешь сказать, на первом. Мы соревнуемся с Татарстаном, потому что очень активно мы начали продвигать себя именно как событийная площадка, как площадка для проведения туристических событий. И вот буквально в следующие выходные мы поедем защищать наши проекты, и мы действительно делим первое место с Татарстаном по количеству заявленных проектов, что не может не радовать. Но это республика Татарстан, а мы подавали только от городского округа Самара, поэтому мы можем говорить, что в пятерку мы должны входить. Но в зависимости от турпродуктов, от тех критерий, которые закладываются в тот или иной рейтинг. Есть ли статистика, которая говорит о посещаемости объектов, уже так называемых брендов Самары? Какие наиболее посещаемые, любимые туристы? Ну, посещаемые, любимые, и куда не истекает просто поток туристов, конечно, это Бункер Стальный. Это наш брендовый объект, который... Удивительный. Да, который стимулирует к себе все новые и новые потоки. Но я думаю, что эта тенденция будет еще максимум два года, потому что потребитель туруслуг, он уже другой. Это, конечно, музейный комплекс «Амарк Космическая», потому что и ракета, и космическая столица среди городов Приволжского федерального округа, она выбивается. И турпродукты, которые наши туроператоры делают. Конечно, новыми красками заиграл наш музейный условный квартал Фрунзе, где музей Эльдара Александровна Черезянова, где литературный музей, где музей Курлиной. То есть вот этот квартал, он как некий туристический культурный кластер, он все больше и больше туристов генерирует. И рестораны, которые там находятся, гостиницы, которые находятся в этих границах, они интегрированы в турпроцесс, они тоже предлагают новые продукты нашим потребителям. Насколько сегодня предприниматели заинтересованы вести туристический бизнес? Насколько это оправдано? Ну, предприниматели, в принципе, они заинтересованы вести свой бизнес, но не совсем теми методами, которые эффективны для нового поколения и целевой аудитории. Потому что есть очень большая разница между предпринимателями, которые, например, буквально 2-3 года назад получили денежные средства на стартапы в сфере туризма, которые действительно с молодой аудиторией взаимодействуют. У них там 10 миллионов, не 10 миллионов, а 10 тысяч подписчиков в соцсетях, новые продукты, новые подходы. А туроператоры, в принципе, и туристические компании, они достаточно четко сегментированы по нашему туристическому рынку. И я думаю, что если будет намного больше туристический поток, то они начнут новые механизмы, новые методы изобретать. Но каждый из них, каждый год какие-то новые продукты все-таки выдает на рынок. И, безусловно, мы их тоже должны поддерживать, потому что и в рамках продвижения их туристических продуктов, в рамках стимулирования спроса, конечно, это тот механизм поддержки, который мы можем оказывать. Вы сказали о сотрудничестве с областным правительством в туристической сфере. Что Самара, как город, готова сама предложить, администрация города? Какие ставят задачи перед вами? На что нацелена вот в этой сфере? Ну, мы нацелены, у нас два направления действий. У нас, во-первых, действует муниципальная целевая программа по развитию туризма, которая обеспечена денежными средствами, хоть и небольшими по сравнению с городами-миллионниками. Есть программа по поддержке предпринимательства, в рамках которых есть мероприятия, которые поддерживают сферу туризма и гостеприимства. Но мы нацелены на два основных направления. Это, конечно, внешнее позиционирование себя, чтобы гости к нам приезжали. Второе – это работа с жителями, потому что тот всплеск в головах и в сознании наших жителей Самары, что город действительно открытый, чистый, красивый, красочный, интересный, мы не должны его упускать. И в этом году мы стали организовывать бесплатные экскурсии для жителей, стали организовывать открытые лекции в городских пространствах, куда там от 200 до 500 человек сходилось. И действительно люди писали отзывы, что они хотят дальше продолжения этого проекта. В эти выходные мы запустили квест по набережной Самары. Это все бесплатно для жителей, чтобы они тоже начинали гордиться своим городом, знали его историю и любили его. Ну и третье направление, конечно, это качество обслуживания в объектах индустрии, туризма и гостеприимства, которые мы, несомненно, должны мониторить, контролировать и вести, потому что все равно могут быть колебания. Сегодня как можно оценить вот этот уровень качества, про который вы только что сказали? Не упал ли он со времен Чемпионата мира по футболу? Или наоборот, может быть, где-то есть? Ну, Чемпионат мира по футболу все-таки это мероприятие подготовки индустрии туризма и гостеприимства. Это же не единовременная была какая-то акция, не единоразовая. Мы готовили пять лет индустрию, и мы продолжаем эту практику, мы продолжаем практику привоза спикеров и тренеров для гостиниц, для ресторанов, для экскурсоводов, для туристических компаний. Мы продолжаем мониторить качество услуг. Есть довольно известная методика тайного гостя, которая показывает нам уровень обслуживания в тех или иных объектах размещения и питания. Мы продолжаем их позиционировать и устраивать профессиональные конкурсы. Конкурсы профессионального министерства между ними. В этом году мы попробуем сделать итоговые мероприятия «Звезда гостеприимства» Самары. Ну, потому что во многих регионах сферы туризма и гостеприимства, она в рамках позиционирования профессии в сфере туризма и гостеприимства, вообще работы и повышения престижа к данному направлению, делают итоговые мероприятия. Вот мы в этом году тоже будем делать итоговые мероприятия, награждать лучших из лучших. Поэтому качество услуг, конечно, мы мониторим, и с этого направления мы уходить не собираемся, потому что турист, когда приезжает, одно дело мы его сюда привлекаем, а другое дело с каким настроением, с каким ощущением удовлетворенности, он уедет из Самары и будет уже транслировать у себя в городах и регионах. Как говорится, кадры решают все, и в туристической сфере особенно. Достаточно ли у нас развит институт подготовки специалистов в туристической сфере? Потому что вот именно на это же делается ставка. Мы же готовим специалистов в сфере туризма и гостеприимства. Понятно, что это высшие учебные заведения, специалитет сервиса, туризм, гостиничные хозяйства, среднеспециальные учреждения. Но сейчас нам настолько разнообразен рынок вот этих тренингов и семинаров, мастер-классов, что мы стараемся следить за тенденциями всероссийскими и мировыми и уже привозить практиков именно для своей индустрии туризма и гостеприимства. Потому что одно дело посидеть в кабинетах на лекционной части какой-то, а другое дело на практике, когда тренер с тобой разложит уже конкретные примеры и кейсы разберет все там успешные и неуспешные опыты и скажет, как нужно делать и как не нужно делать. Поэтому каждый год мы привозим совершенно бесплатно своим собственникам гостиниц, ресторанов, экскурсионных компаний, туристических бюро, транспортных компаний, тренеров, которые им помогают как раз повышать уровень качества и уже эти программы качества интегрировать на свои объекты. В прошлый раз мы говорили о турах выходного дня. Насколько они оказались такими эффективными вот в этом плане привлечения туристов? Потому что одно дело летом привлекать туристов и на набережную и так далее, а вот осенью и зимой насколько это холодно? Нет, яркие выходные в Самаре, вот этот вот проект, который мы запускали именно по упаковке продуктов и экскурсионных программ выходные дни, он действительно успешен, потому что вот прогуливаясь по городу, ты видишь там, что у музея Фрунзе стоят эти автобусы туристические, у литературного музея они стоят. Тут нам помогает, конечно, федеральная пассажирская компания, которая генерирует трафик на поездах. И мы принимали, две недели назад принимали вот первый проект на Волгу на пленэр, поезд, который пришел из Москвы, более 500 человек в Самару приехали. Это не просто аудитория, не просто там гости из городов ПФО, это все-таки столичные гости, у которых уровень восприятия и понимания услуг совершенно другой. И в эти выходные мы приняли уже второй поезд, поезд на пленэр, тоже приезжали и художники, и туристы, пробовали себя в качестве художников по написанию картин. Проект действительно успешный, потому что он адресный, он конкретный, понятный по цене, по продолжительности, по потребителю. В зависимости от сезона мы, конечно, будем эту практику продолжать, потому что в театр на поезде тоже проект, который мы делали, совместно с Министерством культуры Самарской области, он тоже стал успешным. Так как театральный сезон открывается вновь, этот проект тоже будет реализован. А, конечно, навигация уже закончилась, поэтому туристические программы, туристические продукты именно на круизных судах, они уходят. Но здесь как раз новые проекты, которые связаны с железнодорожными перевозками, с автомобильными перевозками, они больше и больше будут заходить на наш город и оставаться туристов в нашем городе будет все больше и больше. Во многих странах сегодня развивается так называемое оздоровительное направление. Медицинские специалисты высшей квалификации привлекают людей из других стран. Насколько Самара интересна в этом отношении? Может, даже санаторно-курортные какие-то есть такие точки? Ну, Самара действительно, она с конкурентных точек зрения, конкурентна именно для оздоровительного туризма, это направление, лечебно-оздоровительный туризм. Много в городе объектов, которые действительно стимулируют к себе посещение гостей. Понятно, что они приезжают с другими целями, кто-то полечится, кто-то на обследование, но все равно это туристы, которые остаются в городе. И, конечно, специфика работы с ним совершенно иная. А если мы говорим о санаторно-курортном лечении, конечно, это продолжительность лечения, она не всегда экономически эффективна и доступна горожанам. Поэтому про медицинский туризм можно говорить, про лечебно-оздоровительный можно говорить в меньшей степени, он тоже может быть, но все-таки, так как у нас научно-техническая база, у нас очень широкий спектр услуг медицинских, и люди действительно едут с Приволжского федерального округа к нам. Специфический продукт, он требует проработки, требует подхода. Потому что иностранные туристы, например, те же самые китайцы, им интересно будет у нас именно процедура искусственного оплодотворения. Потому что у них этого нет, и они едут к нам. А у нас очень развита, конечно, вот эта система ЭКО, и действительно мы проводили исследования, они могут ехать к нам именно за этим. Да, ну я лично слышала мнение одного итальянского туриста, который здесь поставил зубы, если бы им был просто поражен ценой услуг, потому что за рубежом это стоит намного просто в какие-то там тысячи раз дороже. То есть на это тоже можно обращать внимание. Специалистам этого профиля. И еще какие направления развиваются, кроме медицинского, такие, может быть, о которых не слишком много людей, но все-таки они есть. Все-таки культурно-познавательный туризм, да, он у нас идет во главе угла, он является таким флагманом, потому что объекты культурного наследия, объекты посещения, они делают востребованным данное направление. Направление, которое сейчас набирает обороты, но в том числе за счет появления на территории города Самара пятизвездочного отеля, это майс направление, потому что все больше и больше корпоративных туристов, больших всероссийских корпораций выбирают Самару в качестве проведения мероприятий, потому что можно провести качественные мероприятия, плюс еще отдохнуть. Вот, поэтому майс-туризм, он действительно для нас очень экономически эффективен, и он обусловлен наличием инфраструктурных объектов. Промышленный туризм все больше и больше популярность приобретает, потому что мы стали участником проекта совместно с ОСИ, и промышленный туризм будем тоже развивать и в рамках профориентации, и в рамках просто посещения туристами наших промышленных предприятий. Допустим, взять литературные фестивали. Я знаю, что один из последних, который проводился, это литературный фестиваль имени Михаила Онищенко. Они совмещают литературную программу поэтическую вместе с посещением наших красот, по-моему, там Жигулевские горы или куда-то они выезжают. Они к вам обращаются? Вот вы их курируете или нет? Как выстраивается это взаимодействие с такими вот фестивалями, с организаторами? Либо они как-то сами по себе вот это все проводят? Ну, безусловно, организаторы, когда начинают выбирать место дислокации, программу, они обращаются. Но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, и если нужно качественное экскурсионное обслуживание, трансфер, то этим должны заниматься туроператоры, которые это делают в соответствии со стандартами, в соответствии с законодательством, главное, качественно. Поэтому мы можем сопроводить, можем помочь в выборе программы, объектов, но выбор, конечно, остается за теми, кто организовывает эти фестивали и мероприятия. Насколько достаточно у нас квалифицированных экскурсоводов? И можно ли к вам обратиться и попросить помощи, вот предоставить такую услугу, организовать экскурсии по городу? Даже для гостей, которые приехали из другого города лично, вот, допустим, там, в какую-то семью? Сначала хотелось бы все-таки отметить, что экскурсовод – это профессия, но они сейчас работают не все достаточно открыто и легально, потому что экскурсовод должен быть трудоустроен в туристической компании, либо он должен оформить себя как индивидуальный предприниматель, либо оформить себя в статусе самозанятого. Я не сторонник того, чтобы те, кто осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность, а тут все равно получение услуги, получение оплаты прямой, получение прямой выгоды не регламентируется. Поэтому мы обучаем экскурсоводов, мы с ними работаем, но в плане, когда мы с ними работаем и обучаем, мы все-таки просим подтверждающие документы, что они трудоустроены в тех или иных организациях, потому что все-таки прозрачности налогов и добросовестные налогоплательщики, они в приоритете. А те молодые люди, которые пытаются организовывать экскурсионные программы, я думаю, что они могут быть успешными, просто мы им помогаем зафиксировать свой статус в качестве ИП, либо самозанятого, потому что мы должны понимать, что все-таки уровень ответственности, уровень информации, которую они доносят, тоже необходимо иногда корректировать. Поэтому реестр, безусловно, экскурсоводов у нас есть. У нас есть реестр по тому, насколько они владеют тем или иным иностранным языком, насколько они квалифицированы, какие экскурсоводы могут привлекаться для разработки новых туристических программ и продуктов. Это все есть, но вот их всегда нужно немножко ввести и направлять. Что лично вы посоветовали бы туристам, приезжающим к нам в город, как жителям Самары посмотреть? Ну, кроме вот этих вот уже брендов, штампов, так скажем, уже проторенных дорожек, на ваш взгляд. Вы сами открываете Самару для себя? Вот в чем это может быть? Да. Вы знаете, просто вот после чемпионата действительно по городу стало приятно гулять. Если мы посмотрим практику других городов, да, это есть там 2-3 улицы, которые вычищены, и фасады, и покрытие дорожное. В городе Самаре комфортно гулять, смотреть, поднимать глаза вверх, наблюдать за зданиями, как они меняются за историями, за объектами, которые посещают, потому что вот для меня открытием стал вот этот вот кластер дома 77 на Ленинградской, который совершенно интересный, он, ну, он другой, он непонятный, и он этим привлекает. Конечно, у нас шагнули вперед и рестораны Самары, да, они открывают новые программы какие-то активные, новые там странички в меню именно с самарскими блюдами, тоже своеобразное открытие. По городу действительно приятно гулять, смотреть, поднимать глаза вверх, наслаждаться городом, даже та навигация туристическая, вот эти информационные питеры, которые установлены, навигация туристической, указатели, карты, они создают атмосферу дружелюбности какой-то, и того, что тебя здесь ждут, ждали, и ты можешь здесь что-то делать, вдохновляться, там, любимым городом, просто проходя по самарским улочкам. То есть от деревянного зодчества, если я правильно поняла, мы уже как-то отходим, да, потому что довольно-таки такая конфликтная тема, кто-то за то, чтобы оставались в этой стране, кто-то говорит, что нужно, чтобы город был более современным. Есть яркие образцы, которые можно сохранить, но подходы и мировая практика по сохранению этих объектов, она уже другая, это выделены какие-то зоны, это оформленные тематические площадки, где можно как в галерее посмотреть, ознакомиться с образцами деревянного зодчества. Все-таки объекты деревянного зодчества – это хорошо, в них люди живут, да, они тоже и живут, и иногда выживают, поэтому любоваться, да, и фестиваль Томсуэрфест, да, он очень эффективен в качестве ремонта реставрационных работ, и в Казани наш опыт переняли, уже там есть экскурсионные программы даже на этот фестиваль. Но в качестве туристического объекта он, наверное, наиболее будет востребован и применим, чем в качестве объекта для жизни. Спасибо большое за эту важную, интересную и полезную информацию. Хотелось бы действительно, чтобы наш город приезжал как можно больше людей из самых разных точек мира, потому что, мне кажется, и самарцы довольно гостеприимные люди, и всегда мы рады тому, что в наш город приезжает как можно больше людей. Спасибо, спасибо вам за внимание, всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!